Так, всё, мне это надоело. Три, два, один, ной, ты на канале Мистико, и сегодня мы снимаем... Стой, 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 стой! Как мы можем снимать без Богдана? Мы же договорились, что мы его должны подождать, пока он приедет. Ну да, так мы его уже два часа ждём. Мы решили записать приветствие без него. Но вообще, это на него не похоже. Он обычно очень пунктуальный и всегда приезжает вовремя, не пропускает вообще съёмки. Ага, снова засиделся в туалете в ТикТоке. Так что ноги они милее прийти не смог. Ага, это на Богдана уже похоже. Может, позвоним ему? Ну ладно. Так, ладно, надо набрать Бодю. Анарик. Боже, лишь бы с ней ничего не случилось, а то он любитель попасть в какие-то приключения. Да не волнуйся ты, это скорее всего какие-то неприятности попадут в Бодю. Он же у нас великан. Ну да. О, папа есть? Нет. Ещё? Давай. Пошёл, стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Он не взял трубку, с ним явно что-то случилось. А вдруг он просто заблудился где-то. Хотя, сколько он раз уже здесь был. Ну да, заблудиться вообще нереально. Хотя, это Богдан. Может, маме ему позвонить? Маме? Ты издеваешься? Ты думаешь, мама знает где он? Ну да, у меня есть номер телефона его мамы. Позвоню, спрошу. Бодя? Бодя! Привет, Злата. Бодя, что случилось? Бодичка, как ты? Аккуратно. Бодичка, ты тяжёлый, что с тобой? Насадили. Бодичка, аккуратно давай. Ручка. Бодичка, аккуратно, аккуратно. А теперь допрос. Что случилось с тобой? Что сказали врачи? Что мама сказала? Зайсал заведить полицию? И вообще... Почему лицо бомито? Я не хочу сейчас об этом говорить. Злата, успокойся. От такого количества вопросов вы сейчас и мне плохо станете. Ну ладно, начнём с базового. Что получилось? Всё нормально, я не хочу об этом сейчас говорить. Давайте снимать. Что? Снимать ролик? Ты на приколе, ты весь раненый сидишь. Рассказывай, что произошло? Я же сказал, я не хочу об этом говорить. Не хотите снимать как хотите. Богдан! Богдан, стой! Прикол тянет. Так, надо его как-то разговаривать. Давай придумаем план. Есть идеи? Да, есть одна. Давай поднимем ему настроение. Может быть, после этого он расскажет, что случилось с ним. Скажи, что ему всегда поднимает настроение? Ни слова больше. Побежали! Побежали! И кетчуп. И рудили. И самое важное. Шпанька. Побежали! Я тебе сказал, что все сделали. Я понимаю все риски. Я все сделаю, как и обещал. Бозечка, смотри, мы тебе вкусняшку приготовили. Да, все, как ты любишь. Бутер! Класс! Спасибо, мои хорошие. Я так люблю. Слушай, Бодечка, тебе все нравится? Ага. Класс, ну я думаю, быть, работа. А как настроение твое, скажи? Самое лучшее. Тогда, может быть, расскажешь, что произошло? Я же сказал, что ничего никому не расскажу. Зачем вы меня пытаете? Бодя, ты куда? Он бросил бутерброд и даже не доел. С ним явно страшное приключилось. Смотри, у нас не удалось его развеселить. Значит, видео не будет. Николь, что нам делать? Друзья, вы видите, что моя жизнь очень странная. Каждый день происходит много всего. Мы за кем-то следим, участвуем в челленджах или превращаемся в кого-то. Но есть кое-что, что радует меня всегда. Это игрушка Glitter Burst. Сегодня я вам покажу свои новые волшебные цветы Glitter Burst. Цвета живут волшебные герои, которые прячутся в бутонах. У каждого из них есть свой сказочный дух, наделяющий героя волшебными свойствами. Чтобы узнать, что против своего персонажа, нужно надуть бутон. Он раскроется, и ты увидишь, кто тебе попался. В чек-листе можно проверить его суперсилу. Так, прижимаем немножко вниз, чтобы не выходил воздух. И буквально три раза качаем. Так, а дальше мы берем, нажимаем на сердечко и сдуваем. Смотрите, какая милота. Знаете, чем мне нравится герой Glitter Burst? Ты не знаешь, кто тебе попадется. Это всегда сюрприз. А чтобы вы могли поиграть с этой игрушкой, переходи в описание. Там вся информация. Так, вот еще одна. Теперь сдуваем. Какая милашка. Это единорожка. Так, третья. О, какая-то золотая. Сдуваем. Это желтый золотой барашек. Есть идея. Три, два, один, ночь. Ты на канале Местникой. И сегодня мы 24 часа будем следить за Богданом. И мы узнаем, что он делает, с кем он общается, чем занимается в свободное время, ну и все такое. И самое главное, мы сегодня узнаем, что же с ним случилось. Да, ведь он наш друг, и мы не можем просто так оставить его. Всегда можно поддерживать друзей, даже если они говорят, что не хотят этого. Да, ведь он даже не подозревает, что мы будем за ним. 24 часа следить. И вы будете следить вместе с нами, погнали. Мы в таком ярком виде, он нас точно спалит. Нам нужно что-то более незаметное. Есть идея, жди. Николь, ты куда? Вот, это то, что нужно. Что это? Чтобы следить за ним, нам нужно быть незаметными, как Ниндзя, а Ниндзя в черном. Ну, логично, логично. Николь, что-то твое черное, а какое-то немножко розовое. Ну и что, я все равно незаметна, как Ниндзя. Так, где Бодя? Давай посмотрим, уехал он или нет. Да. Блин, он уехал, мы его потеряли. Блин, что же делать? Так, после слежки за мамой, я Боди установила маячок. А дальше я всегда знаю, где он находится. И мы его не упустим. О, круто, поехали за ним. Так, стоп. Если ты установила маячок Боди, значит, ты установила его и мне? Ой, что, ты такая обнительная. Пойдем быстрее. Ну, пока ничего подозрительного. Это только пока. Ох, чуть не запалило, а где он? Около дракона, быстро. Банозавра, погнали. Нет. Нет. Какой красивый дом, я уже и забыла. О, Богдан. Блин, его так нету, погнали дальше. Куда? Туда. Да не ты он. Ты что, мой? Как много людей. Ну, давай подумаем, где может быть Богдан. Эээ, спортзал. Нам вряд ли. Кино. Давай подумаем по-логически. Богдан. Макдональдс. Да уж, когда хотелось бы что-то выяснить интересное о друге. На самом деле уже и так знаешь его график действий. Побежали. Да, вон он, я его вижу. Подожди, он идет не в Макдональдс, а за салатом на него это не похоже. Что? Да, судя по всему, наш Богдан теперь на диете. Но если Богдан на диете, значит в его жизни произошло точно что-то страшное. И мы на правильном пути. Смотри, ему кто-то звонит. Хорошо бы нам послушать его разговор. И как нам это сделать? Жди здесь. Поймите, я не могу так просто, как передать канал Мясникове. Это мои друзья, я понимаю, что вы предлагаете деньги. Вы не представляете, какая злата противная. Ладно, тут шумно. Созвонимся позже. Ну что, получилось что-то услышать? Да, и лучше бы я этого не слышала. Он назвал меня противной. Богдан, тебя. Ого, помянем душу Богдана. Ему хана. А еще, еще он говорил что-то о предательстве канала Мисс Николь. Прикинь, нашего канала. Ага. Может и манипулируют и заставляют это говорить? Пока не понятно, нужно продолжать слежку. Погнали продолжать слежку. Друзья, сегодня мы следим за Богданом. Но мы такие профессионалы, что можем проследить не только за ним. А мы еще следим и за тобой. Да, вот ты, ты. Кто-то смотрит наш канал без подписки. Мы видим тебя. Мы тебя не осуждаем. Но мы очень просим тебя подписаться. Мы идем на такие риски. Мы делаем столько всего, чтобы именно тебе было весело. И все, что мы просим в ответ, нажми на красную кнопочку. Подпишись на наш канал. Это так просто сделать. Давайте, мои хорошие. Люблю вас. А мы побежали с Лизой Богданом. Пока. Сережки? Он что, серьезно? У него уши не проколоты. Он выбирает женские сережки. Здесь, может, их нет. По факту. Смотри, он женские носочки выбирает. Ой, розовенькие. Нет, желтенькие, они красивые. Нет, мне нравятся больше розовенькие. А мне желтенькие, смотри, их там много. Стоп, стоп. А вообще, зачем он смотрит женские аксессуары? Мне вот чисто это интересно. Очки. Он посмотрел, он посмотрел. Секунду, один вопрос. Зачем Бодя примеряет на себя женские очки? Ну, слушай, всегда интересно примерить на себе что-то новое. Но, согласна, женские очки, это странно. Что, зачем ему женские сережки? Хотя красивые. Смотри, он двигается на пасу. Да не, не, да не. Кто не будет покупать? Встал в очередь. Что? Зачем? Он их убил. Реально. Уходит, уходит. Покажи, не пускай, 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 пускай. Ну все, попал парень. Это финал. Может, его побили, из-за того он стал странненький? К сожалению, звучит логично. Да я до сих пор не могу в это поверить. Смотри, он реально выбирает женскую одежду. Отвратительный свитер. Зачем он ему? Он пошел на кассу. Да, сережки были те, кто ему красивые. А это? Розовое нечто. Он это купил, ты понимаешь? Ну все, теория сложилась. Я ожидала все, что угодно, но не это. Если можно оценить уровень моего шока, то это тысячи миллионов двадцать шесть миллиардов шокометров. Чего? Ничего. Я так свой шок измеряю. Фат, ты такая странная, как и Богдан. Ладно, не настолько. Так, стоп, с этими колготками мы совсем забыли о его разговоре о предательстве канала. Да. Но все же странно, что он покупает женские колготы. Все, он ушел. Он взял две игрушки. Такого я от него явно не ожидала. Походу, сегодня происходит что-то странное. Смотри, он выходит с куклами. Богдан играет в куклы. Мой мир никогда не будет прежним. Дорогой дневник, мне не передать тот шок, который я сегодня испытала. Во мне миллионы шокометров. Да. Да. Может у него какая-то психологическая травма с детства была? Ладно, давай не делать поспешных выводов и будем следить за ним дальше. Погнали. Смотри, он заходит в какую-то кафешку. Да, смотри. Тут есть две лампы. Я за эту, ты за ту. Погнали, прячемся. Он тут точно кого-то ждет. Сейчас мы выясним, с кем он там встречу запланировал вместо съемки. Смотри, к нему идет какой-то парень. А может он и готовился целый день к встрече с ним? Николь, я вообще не хочу этого слышать. Это же наш Богдан, ты забыла, какой он вообще. Я знаю, что это наш Богдан, но согласитесь, это смотрится слишком подозрительно. То он в куклы играет, то одежду выбирает, то сережки выбирает. Тебе не кажется это странным? Есть немного. Ну что, ты подумал над нашим предложением? Да, я подумал, но если честно, мне очень тяжело на это решиться. Ты стал в последнее время очень популярен на канале Мясниковых. Мы хотим переманить тебя в лучшие каналы. У тебя там будет больше возможностей и больше популярности. Это очень заманчивое предложение, но это моя семья. Ради таких денег можно и предать себе. Соглашайся, и ты будешь очень богатым и популярным. Знаете, наверное, я не могу этого сделать. Ну и дурак, ты мог бы быть очень сильно популярным дураком. Тогда ладно, сделать для нас еще кое-что. Нужно, чтобы ты украл пароль от канала Мясниковых. Что? Я не буду этого делать. Мы говорили, что мы нашли тайную SCP-комнату. Если ты хочешь получить к ней доступ, ты обязан это сделать. Да, мне нужен доступ к этой комнате. Но я не пойду на такие жертвы. Дурак. SCP-комната? О чем это он? А меня вообще смущает то, что ему предлагают передать канал. Смотри, Никон, он встал, а какой-то уже уходит. Поговори за него. Кто вам разрешил следить за мной? Ты сам виноват. Почему ты мне рассказал раньше, что с тобой произошло? А вы понимаете, что личная жизнь должна оставаться личной? Да то, Богдан, ты можешь не переживать. По поводу коготок, куколок, сережек всех твоих мы будем принимать тебя таким, какой-то есть. А какой я есть? Ну, как какой? Странненький. Да успокойтесь вы, куклы это я племянницы покупал, играться тренировался с ней. Сережки я вообще хотел Николь подарить. Да, спасибо, это приветствуется. Кофту хотел бабушке подарить, мерзит она уже холодно, как бы зима. А колготки, Богдан, колготки. Только слышал, что ты это не себе покупал, а? А колготки я купил вообще для челленджа в ТикТоке. А с кем ты встречался и что за разговоры про предательство канала? Меня хотели переименеть на другой канал, но я отказался. Ну где? Стоп, а что такое SCP? Да. А вот это я уже рассказывать не буду, это слишком опасно. Богдан! Три, два, один, ноль, ты на канале Мясникой! Спасибо, что досмотрел это видео до конца и не забудь поставить лайк, а мы побежали.